Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры» и с вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Барвихинском отделе полиции. Хотим вас познакомить с старшим сержантом, помощником оперативного дежурья Токаревым Виталием Владимировичем. Здравствуйте, Виталий Владимирович! Очень рада с вами познакомиться. Вы как раз тот человек, который находится на передовой. То есть именно к вам поступают все обращения, все звонки от жителей. Расскажите, как вы попали в отдел полиции? Был ли случайным этот выбор именно этой профессии? Выбор был, конечно, не случайный. В 2003 году, когда у меня умер отец, я решил занять его место. Поэтому постепенно к этому шел. Но я хотел изначально идти не в полицию, а попробовать ОМОН. Так как считали, что эта высота недостижима. Там нужно было очень высокие показания к физической подготовке. И, получается, ну как готовился. Ходил в спортзал, занимался. Пока там работал на других профессиях. И в один прекрасный день все-таки попал. Попали в полицию. Что вы почувствовали вот в тот момент, когда окунулись во всю эту работу? Познакомились с сотрудниками? Поняли, как все устроено в полиции? Поняли, чем, наверное, более близко для вас это стало понятно, чем жил именно ваш отец? Я просто понял, что очень многое зависит от меня. Своевременность, время, людей, каждого наук бесценно. Все, что я им могу как бы от себя подарить, ну сейчас в такое время, так это своевременность и оперативность по возможности. И как бы с каждым человеком это общение индивидуально. Нужно помочь ему как бы правильно тебе информацию предоставить, чтобы ее обработать и направить. Ну вам ведь поступают звонки абсолютно от разных людей, которые находятся в абсолютно разных ситуациях. Кто-то находится в стрессовой ситуации, кому-то, возможно, просто нужно выговориться, да? То есть тут, наверное, нужны и знания психологии, чтобы настроить на нужный лад того человека, который к вам обращается за помощью. За время работы в полиции набивается рука по общению именно с разными контингентами людей и потихонечку чувствовать начинаешь. А вот с чего вы начинаете свой разговор? Вы говорите, дежурная... Здравствуйте. Здравствуйте. Барвихинский отдел полиции, помощник оперативного дежурного, старший ранд полиции такой. Ты представляешься, что у вас случилось? Ну, человек как себе, ну, располагаешь, и он тебе начинает рассказывать. Ты выявляешь суть, грубо говоря, и как бы самое говоришь, что направлен наряд. Ну, получается, вот в какой-то степени прям вы как врачи, то есть составляете анамнез. Да. И понимаете, что дальше делать, куда передавать, в какой отдел эту информацию. Ведь, по сути, в ваших руках, ну, за вашими спинами стоит отдел. Все так. У меня еще есть, как бы, оперативный дежурный, на нем тоже большой груз ответственности. Он, как бы, помогает принять решение. Или в основном сам это делает. Я, как бы, помощник все-таки. Ну, чему-то учусь у него, потому что опыта работы у него побольше, чуть-чуть, как бы. Виталий, ну, вы вот в процессе не разочаровались в выборе этой профессии? Нет. То есть, все-таки, если отмотать время обратно, вы бы поступили точно так же? Абсолютно. Почему? Ну, я просто, как бы, говорю, изначально я просто выбрал, как я буду жить для себя. Что вот будет вот так и никак иначе. Токарев Виталий Владимирович у нас работает уже с 2016 года. Он раньше работал в Воронеже, в ОМОНе. В общем-то, грамотный, исполнительный, дисциплирированный сотрудник, который знает законы, выполняет приказы. И скромный, в общем, такой, сам по себе, чуткий товарищ. Пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди личного состава нашего коллектива ОПС по Барлихинской. Ну, в двух словах могу рассказать, как бы, что человек, еще раз хочу повторить, что очень скромный и про свои, как бы, подвиги никогда никому не рассказывал. Ну, на самом деле, Токарев Виталий Владимирович, наш помощник дежурного, награжден государственной наградой. Это Орден Мужества. За что этот Орден Мужества получил? Ну, как бы, вкратце, хотел бы сказать, что событие 2008 года, это пятидневная война грузино-осетинская, в общем-то, где он принял активное участие. Служил в одном из подразделений, называть мы как это, которое я не буду. В самый неподходящий момент, когда, как бы, его подразделение, которое выдвигалось на боевые позиции, было обстреляно солдатами противника, он нашел в себе мужество и остановил, так сказать, вот ту атаку, которая была предпринята противником. Сохранил, соответственно, жизни своих товарищей и командиров. И, соответственно, таким вот образом совершил определенный героический поступок, который был оценен государственной наградой нашей Родины. Если вернуться к вашей семье, к вашему отцу, как он вас воспитывал, о чем он вам рассказывал, кем он был, вот, что он действительно таким послужил для вас ярким примером, каким он был человеком? Он был справедливым, честным. Он всегда, как бы, учил мне говорить правду, хотя иногда на работе, когда вызовы какие-то поступали, ему, ну, как выдергивали, он там говорил, если что, всегда, ну, как бы, ему, где бы он там ни находился, тогда еще телефонов просто толком не было, говорит, чтобы я знал, там, беги, рассказывай, я на работу припру. Ну, ответственный был, очень. Если там, грубо говоря, как кто-то ему позвонил с работы, до него там дошел, как бы, слух, он всегда... До какого звания он дослужился? Прапорщик. Он был прапорщиком. Да, самое такое звание, которое, ну, как, ответственности требует определенной. Ну, и очень много, наверное, суеты, и много разных дел решают именно эти сотрудники. Смотрел я, как мама моя реагирует на то, как, ну, как себя отец там ведет. Грубо говоря, как-то раз был случай, когда на кладбище, ну, у нас там, где я живу, мародеры, как бы, воровали металл. Ну, и он, как бы, там, их несколько человек было, матушка, ну, мама моя, говорит, как бы, давай обойдем. Он, нет, типа, беги, я-то сейчас разберусь. Он там рассказывает, он говорит, а то рукой поднял, тряханул. Ну, и, короче, давай укрутить, вертеть, там, по-всякому. Ну, умудрился, короче, справиться со всеми. Ну, как бы это его работа, всегда он не был. Я как-то подумал, что, ну, что, достойно работы. Ну, как говорится, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Чего бы хотел ты достичь? До какого звания дорасти? Вот какие у тебя перспективы? Ты еще молодой человек. Дежурным стать дальше. У меня только одна ветка, только одно направление. То есть стать уже оперативным дежурным? Да. Напрямую работать с людьми, со звонками, принимать решения, учиться постоянно чему-то. Ведь не только, как бы, я учусь, а, как бы, и они у меня. А все-таки, вот, какими чертами характера должен обладать сотрудник отдела полиции? Ответственность. Должен понимать, что он говорит, и арбитражную степень восприятия информации. Потому что нельзя принимать в чью-то сторону. Нужно быть на стороне правды, как есть. Ты уже сказал о том, что, конечно же, ты работаешь в коллективе. Рядом с тобой друзья, коллеги. И вот расскажи о вашем отделе полиции. Какие твои друзья? Готовы ли они всегда прийти на помощь? Всегда готовы прийти на помощь. Они все профессионалы здесь. У них отличные показатели. С ними работать просто. Как бы, я с своей стороны тоже, как бы, веду навстречу. Стараюсь максимально, как бы, упростить работу, чтобы где-то, может быть, даже давление какой-то рабочей обстановки снизить. Ну, это моя работа. Что бы ты пожелал всем своим сотрудникам? Ну, и, наверное, несколько слов для жителей, которые ежедневно звонят в ваш отдел. Помните о том, что если не сюда обратятся, то им здесь помогут. В нашем отделе на звонки отвечают всегда. Виталий, спасибо тебе огромное за интересную беседу. Мы тебе желаем удачи. Больше не можем тебя отвлекать, потому что звонки раздаются. И тебе пора к выполнению прямых обязанностей на работу. Спасибо тебе огромное. Вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова